На протяжении последних нескольких лет перед стартом сезона Динамо Брест неизменно является одним из главных претендентов на медали чемпионата. Команда по белорусским меркам с именами собралась. Все такие поигравшие ребята, много кто в ЛИИ чемпионов играл. У кого-то по 16 трофеев, как у Артема. У кого-то Саня Гутер тоже лучший игрок сезона был в стране. Пашка Нихайчик, Серый Кисляк. Все с именами. Естественно, Савочка. Это вообще уникал футбола. Я бы не сказал, что от команды зависит, наверное, от всей нашей. Потому что один человек не играет. Если мы будем друг за другом играть партнером за партнером, то команда выиграет не только один человек. Нынешний год уже успел запомниться болельщикам яркой победой белосиних в Суперкубке. Мы понимали ответственность перед городом, перед руководством, что мы должны выйти на футбольное поле, отдать ей свои силы только ради победы. Мы очень сильно настраивались. Потому что было много чего сказано в прессе. Вы знаете, это такой тоже хороший мотиватор. В общем-то, все почитали отзывы, некоторые интервью. Поэтому мы вышли очень заряжены. И что, в принципе, доказали. Не в принципе, а доказали на футбольном поле. Для Александра Найока это первый значимый трофей на белорусской земле. Впрочем, как и для главного тренера Марцела Лички, принявшего команду по ходу прошлого года. Он очень коммуникабельный человек. Улыбчивый. Европеец. Чех. С юмором все в порядке. Поэтому нормально. Он так и очень хорошо с нами ладит. Общается, спрашивает, что надо, что не надо. Ну, интересно. Интересно будет порой. В межсезонье Брест укрепился сразу несколькими знаковыми футболистами. Самой же большой неожиданностью стало возвращение Артема Милевского. Когда Тём пришел, мы все были рады. И тренер, и пацаны. Как мы дружим все вместе, все хорошо дружим. Команда у нас, и Тём поможет нам это сто процентов. Александр Найок в Беларуси играет с 2016-го. И за эти годы крепко прикипел к белорусской жизни. Я уже здесь довольно-таки много времени. Я проникся белорусским менталитетом. Да, я понимаю, что менталитетный паспорт. Но к жизни белорусской я очень привык. Поэтому как-то разделения нет. У нас, в принципе, две стороны одинаковые. Одинаковый менталитет никаких вопросов. Так, иногда и, знаете, из-за этого говора потравлю. Там, они такие аж хэкают. Поэтому это нормально. Скандальная история вокруг компенсации за переход Павла Савицкого наделала много шума. Сам футболист всё это время старался абстрагироваться от сложившейся ситуации. Я не лез даже туда. Я тоже читал из интернета. Читал в прессе, что там, как всё происходит. Это не моя работа. Моя работа – показать пользу результатов, приносить пользу команде. Это не моё дело было. Разобрались, и дай бог, что всё было хорошо. Несмотря на то, что все мысли сейчас Павла о Бресте, свою малую родину нападающий вспоминает с особой теплотой. Конечно, присутствует на стадионе, да, на стадионе. Есть такое чувство. С 7 лет он играл, это родной город. Эмоции такие переполняли, когда вот играли в том году. Хотелось, конечно, забить, с одной стороны. Но понимал, что там будет очень много, как сказать, это не грязь, а, ну, там, тем более фанаты будут. Как-то, может, баннеры киевы вешают. Но такого не было. В этом году Брест отмечает своё тысячелетие. К такому юбилею болельщики и руководство от Динамо ждут особый подарок. Задачи обрисовывались. Они были сказаны в такой тесной атмосфере. Руководство и мы, но я их не буду озвучивать. Это пока не на показ. Ну, они, я могу вам сказать, самые максимальные. Потому что, вы правильно сказали, тысяча лет городу. И это очень ответственно для нас, для каждого. Мы хотим порадовать каждого Брестка выжитого.